привет привет всем любителям ножевой тематики на ю тубе сегодня мы поговорим о замечательном ножики мора компаньон на стальке хай карбо значит попробуем мы сегодня этим ножом немножко порезать деревяшечку поможет нам в этом наш друг длин петрович это сосновый брусочек 4 на 5 сантиметров вот собственно говоря заточка у нас скандинавская традиционная толщина лезвия 2 чем-то миллиметра и собственно в чем для меня по большому счету интрига то есть вот эти вот ножи парамиля до энза они здесь лежат не просто так вот неоспоримо резак да со своей со своим знаменитым тройным клином и и еще один скандинав со скандинавской заточкой четырех миллиметровый толстый клинок все они очень острый вот чем идея идея в том что мора например в три раза легче и три раза дешевле энза и значительно проще в эксплуатации то есть она это не складной нож по большому счету парамиля здесь так то есть ни в каком тесте она участвовать не будет но может быть позже чуть-чуть и мы посмотрим как как она будет бороться с такими брусочками в целом мора легче значительно дешевле может быть значительно и лучше чем дорогой толстый и классический скандинавский нож давайте давайте попробуем порезать этот брусочек и посмотрим на результат в дальнейшем мы увидим и энза с различными типами заточки на на именно вот таком вот сосновом бруске погнали то есть руку я держу прямо наклоняюсь исключительно корпусом и буду потихонечку резать эту сосну погнали такая принципиально мора должна по идее достаточно быстро садится но при этом и быстро правится но при этом и быстро правится как вы видите совсем за чуть-чуть времени не удалось значительно вгрызть значит по руке я специально работаю без перчатки для того чтобы было видно насколько кстати удобная ручка насколько удобная рукоятка так 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 это там до Мне кажется заточка уже подсела значительно. Ну все, нож не режет. Ну все, нож не режет. Перемещаюсь потихоньку на вот эту часть лезвия, хоть и неудобно, потому что то, что ближе к рукоятке и то, чем я работал в начале видео, уже по ходу совсем села. Вот. Ну все. Ну и все. Ну все. Я думаю, что не походу больше. Ну все. Порох. Ну все. Ну все. Я не испытываю каких-либо физических затруднений, то есть у меня не устала рука, но, к сожалению, с каждым движением мне приходится прилагать все больше и больше усилий. Что-то мне говорит о том, что мора уже практически... ...полностью села. Вот так. 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 Вот так, вот так. И так далее. получше чуть-чуть так я в принципе чувствую сопротивление но исключительно из-за практически усаживающиеся заточки если я выбираю легкий нож типа море то мне нужно выбирать с собой в поход еще и какое-нибудь легкое точильное приспособление для постоянной правки ножа постоянно то должно быть в принципе следует понимать что с досточкой толщиной в руку или веточкой толщиной в руку вы конечно же справитесь вопрос только потом в том будет что вам придется править может это тоже нужно чем-то делать подходящий камень в лесу вы вряд ли найдете надо куда-то ехать можно было легко найти камушек в горах например которые можно быстренько поправить нож аккуратненько он из мягенькой стальки ну как мягенькая относительно то есть это вам не тридцатка на парой мили и не себе м4 который в жизни обычный кирпич который вы находите на улице сможете легко поправить нет в этом определенный плюс есть в принципе никаких особо супер приспособлений для того нож тепленький очень даже горячий смотри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вам всегда нужно будет его править Субтитры сделал DimaTorzok Мне просто интересно, что бы было бы, если бы эта мора была из D2, например Ну, хотя бы С твердостью, например 59, а шерсти по роквилу Я постараюсь раздобыть пару клиночков в лауре Это аналогично геометрии Со стальками поинтересней И посмотрим, что из этого выйдет Это все в будущем, в планах, так сказать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, блин, конечно, чем дальше, тем сложнее это все делать приходится Могу сказать, что мне приходится уже угадывать И он все ближе и ближе к 90 градусам Как вы видите, я практически застрею Мне приходится как-то подтягивать, да? Чтобы я что-то резал То есть прямо уже просто не сильно режет Ну, конец уже близок Дрын Петрович поддается Дрын Петрович поддается Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, скажем так в какой-то момент я думал что ничегошеньки не выйдет я сейчас все это дело брошу но нет вот и все вот так вот мора против дрына петрович все могу сказать то вы все в принципе видели по времени видео вы сразу же поймете за какой период времени я справился с этим брусочком ножичек очень горячий сталька уже до уже севшая я так вам скажу я больше наверное имел успехи за толщины клинка они из-за его каких-то чрезвычайных характеристик да давайте попробуем посмотреть резкость резкость вот в принципе замены сейчас легонько можно наблюдать на поверхности клинка да с этой стороны похуже видно в переднюю часть видно на она так и не увидишь то по большому счету в общем где-то так в следующих видео у меня будут дальше тесты на дереве мы будем смотреть на практически всю линейку энза со скандинавскими спусками все всем спасибо до новых встреч до свидания